Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим. Вы смотрите канал ZQS. Пора вернуться к ведению канала. Жизнь продолжается. Возобновлю свое вещание с очень интересного видео. Речь пойдет о покупке самой дешевой недвижимости. Буквально два дня назад позвонил мой риэлтор и рассказал про интересное предложение на рынке недвижимости Вомаха о продаже мобилхоума. Про мобилхоумы я уже как-то рассказывал и сейчас еще один будет видеосюжет. Для тех, кто не знает, что такое мобилхоумы и чем они отличаются от трейлеров, это принципиально существенная разница. Мобилхоумы фактически это модульные дома, которые доставляют до вашего местного назначения. Дальше все это устанавливается даже не на фундамент, а иногда порой на такие столбики бетонные. И все. Большинство мобилхоумов в США располагаются на территории определенных комьюнити, которые имеют право на установку таких мобилхоумов. И вы являетесь владельцем только самого строения. А за землю, на которой установлен этот домик, вам придется ежемесячно платить. Вот это существенное различие между покупкой обычного дома и покупкой мобилхоума. Ну, а трейлер это вообще мобильное устройство, эти рвишки. Для них существуют сугубо специальные места кемперы, где взымается плата за подключение к коммуникациям. Иногда у некоторых кемперов есть правила ограничения нахождения на территории. То есть, тоже есть определенные законы, регламентирующие владение вот этими мобильными домиками на колесах. Ну, их называют рвишки или моторхоум по-разному, вот вы можете в интернете посмотреть. И вот такой вот вот мобилхоум продается в достаточно неплохом районе в Омаха. Очень большой метраж, порядка двух тысяч квадратных футов. Это где-то эквивалентно 180 квадратным метрам. Большая зала, два санузла, несколько спален, две веранды, достаточно большой кусок земли прилагается. С сарайчиком даже для шансов инструмента. Вот. Единственный нюанс — это оплата. Оплата там немножко завышена, порядка 420 долларов в месяц. Это чисто платите за землю. Вот. А стоимость, которую озвучивали на продажу, где-то порядка пяти-шести тысяч долларов. Там нужно, соответственно, торговаться, разговаривать. Ну, понятное дело, что такого рода мобилхоум в таком состоянии, он требует определенных вложений. То есть, необходимо произвести какие-то ремонтные работы, поменять ковролин. Электрика, вот я там посмотрел, тоже требует ремонта. В ванной там, в одной из ванн, такой достаточно серьезный косяк. Но фактически вот система отопления работает нормально. Кондиционеры, один, конечно, требует замены сразу, а второй, непонятно, нужно его тестировать, смотреть, что там с ним происходит. Но самое главное сейчас перед зимним сезоном — это наличие именно отопления. Система работает. Причем их там даже два. Вот этих вот нагревателей, они газовоздушного принципа. То есть, идет подводка газа, который нагревает воздух. И этот воздух уже по системе вентиляции подается через отверстие в поле для нагрева, соответственно, домика. Ну, это чисто американская специфика обогрева помещений. Здесь не используют водяные системы. Они, по крайней мере, в нашем штате не распространены. Пока я их не видел, как бы вот повсеместно. Ну, а дальше сюжет. Вы посмотрите, что это за домик и, соответственно, будете иметь в виду, как вот это все происходит в США. Ну, кроме этого сюжета, я планирую сегодня-завтра сесть и снять долгожданное видео по расчету ваших расходов проживания в Америке. Это будет очень полезная информация для тех, кто планирует свою смету для переезда в США. Причем, как для тех, кто выиграл Green Card, у них получается один тип расходов. И для тех, кто идет другими путями, где нужно долго достаточно ждать получения разрешения на работу. Порядка сейчас 11 месяцев. Ну и напоследок хочу всех зрителей поздравить с новым Трампом вас, господа! Будем теперь ждать серьезных изменений в миграционной политике, о чем я, соответственно, озвучу. Трамп очень и очень серая лошадка и порой регулярно озвучивает одно, через пару недель совершенно другое. Поэтому ждать от него можно всего чего угодно. Это как бы пока мои субъективные ощущения, но там поживем увидим. Хорошо, хорошо. Хорошо. Что ж? Нет, я сделаю видео, потому что это очень интересная и много информации только в этой фотографии. Хорошо, тут есть участок. Есть еще какие-то стиль вещи, которые нужно уходить. Это идёт в участок в мастер-шмородов. система отопления смотрю у них здесь большая какая смотрю нормально мастер bedroom у них до ванная позиция вы ущерб вы ущерб вы ущерб вы ущерб вы ущерб Внимание в комнате. Попробуйте. Здесь есть один из комнат. Эти просто ленинград. И вот здесь второй комнат с шаром. Мгм, большая какая. И здесь две комнаты. Да. И вот здесь другой комнат. Субтитры делал DimaTorzok О, и кухонь-ка здесь, да Кухня большая, да А, the door to another deck is closed? Да That opens, but it's tough to open So, I mean, if you want to put some... О, ok They really need to trim some trees back here If they haven't done that, I don't know why It's the next lot, yeah? I have to be careful, I just had back surgery No, it's the next lot, yeah? Yeah, clear down to that fence And the hot water heater is right here Right here is the hot water heater behind that И это всё относится к этому участку всё Ух ты! Да, и это всё относится к этому участку So, let's go А ещё к этому участку относится вот этот замечательный сарайчик Да, то есть получается огромный участок Очень огромный Ещё раз пройдёмся Ещё раз пройдёмся Да Да Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты Я поднялась в 2009, я думаю, что это было 9 или 10. Это трудно увидеть, потому что вы должны идти по кругу. О, мы не сможем посмотреть. Это на другой стороне. О, да, окей. Угу. 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 Вот со старых 80 they smann. Ну, она получила габет, что мне полная была, который поднялся. Об użyйте Technologies русские. Я найду большую елку. Если есть вопросы, я могу показать вам, потому что я должен знать, что это проблема, как решить все это. Я могу показать вам. Не в этой комнате. Наверное, в другой комнате. О, мой бог. Это мазель. Мазель runner. О, окей. О, пах! Бут! Это не было, как мы сделали в ломером, Побоже сможет, что мы сделали в лошадной комнате. Они сейчас просто не вытаскиваются, что называете этого? У нас есть бутя, что на стене. Ну, правда понадобятся советы. Ресторажение, потому что вода абсолютно уничтожена, не нужна флорка. Да, потому что они были 2 детей, и они просто уничтожили воду. Они уничтожили это для одной причины, они уничтожили это двое. Ужарка вода сидит в доме, я не знаю почему. Пол надо менять в этой комнате. Я думаю, что у детей вода просто уничтожила. Мыли с детьми, мыли воду, с водой, все было плохо. Ну сейчас действительно большой, интересно. Скажи мне такую вещь, меня интересует, это же, получается, что mobile home, правильно? Ты не владеешь недвижимостью, ты владеешь только вот этим зданием. А что я делаю с землей, что я за землю плачу? 412 долларов в месяц. 412 долларов за землю я плачу по-любому. Месяц, да, и они могут поднимать ее, естественно. Цена. Ага. Какие сервисы есть в этих 412 долларов? Вы получаете свободное воду и свободный трэш. Ага. Вода и трэш, ты понимаешь? Да, вода и трэш. Здесь есть партнер, аж. Здесь есть партнер, аж. Здесь есть партнер, аж. Здесь есть текст. Решаются, наоборот! Оттенки щитных базовой продуктов. Подпишись! Смотрите! Субтитры подогнал «Симон»!